Продолжаем делу подсобных упражнений для самостоятельной работы. Сейчас мы рассмотрим технику, которую я, во-первых, в боксе использую для постановки апперкотов. Также эту технику мы можем наблюдать в каратэ, как сдвиги боки, которые участвуют. Если мы делаем это с ножом, это, соответственно, у нас либо укол снизу, либо парирование со сдвигом в сторону. Как мы ставим движение? Для этого нам понадобится либо легкий, тяжелый гриф не нужен, либо легкий гриф, либо просто палка. Берем его где-то на средние плечи, вот таким образом. И руки соку дают. И толкаем за счет опять же передней дельты, мы толкаем руку вверх. Чтобы получаем результат. Руки пошли вверх, пальцы сомзнулись полностью. То есть здесь они у меня так, в верхней точке мизинец полностью обхватывает. При этом локти как бы сходятся. Но здесь они в стороны, вот они сошлись. Передней дельты. Локти смотрят внутрь. Именно это и позволяет нам наносить, во-первых, правильный апперкот. Просто вот, просто вот. Не так, чуть все за раны. Базовая дельта. Вот он вошел сюда. Вот вошел сюда. Опять же, это действует передняя дельта. И нога, нога. Вот. Вот оно вошло. Если мы говорим про использование вариантов карате, сбив руки, технически, вот я выгнул и повернул корпусом. Либо выгнул с этой стороны и повернул корпусом. В движении, как это выглядит. Раз. Два. Вот он. Вот. Я выможу локоть сюда. И все, что у меня остается, это только довернуть корпус. С ножом. Я руку опустил и вошел. Вот оно. Вот оно движение. Вошел сюда. Вошел сюда. Либо двигаемся. Бум. Бум. Фактически рука поднимается и повернули. Поднимается, повернули. Можно двойные движения. Два. Два. Все в динамике. Очень даже, легко ли я рисуюсь. Раз. Вот. Вот. За счет подбородов локтя я решаю скоростный и точный момент. Но главное опять остается передняя детка. На нее стоит обратить пристальное внимание.